Итак, лечение переимплантитов, планирование. Трофический процесс без резорпции. Мы устраняем просто пластикой мягкой ткани и создаем прикрепленную десну. Если там есть утрата по вертикали, есть сама какая-то рецессия, мы закрываем рецессию на имплантате. Если нам требуется истончение, просто мягкая ткань, витки просвечивая. Через тонкую десну нет прикрепленной десны. Мы увеличиваем объем прикрепленной десны методиками, которые мы вчера все обсудили на зубах. А сегодня мы их посмотрим. Они все один в один будут перенесенные как по кальке, но с нюансами. Я про них расскажу. Атрофия с резорпцией. Также мягкая тканная пластика делается, но уже с объемом наращивания костной ткани. В области дефекта мы защищаем дефект и создаем, аугментируем кости и создаем прикрепленную десну. Воспаление. Естественно, нужно сначала устранить воспаление. И потом уже заниматься аугментацией кости в области имплантата. Если у нас нет резорпции костной ткани, то достаточно устранения воспаления и контролировать индивидуальную гигиену. Если там нет потребности для хирургического вмешательства. Например, по данным КТ мы сделали, посмотрели. До 5 мм у нас у белесневого карма. По данным КТ тоже резорпция совсем вполне такая горизонтальная, не агрессивная. Мы можем себе позволить вести это к пациенту консервативно, динамически его просто наблюдать. Ну и, конечно, их выстраивать с индивидуальной гигиены. Заставлять приходить в 3-6 месяцев как-то доносить для них, что они должны появляться. Что не надо сидеть дома, ждать, пока у вас все вывалится и так далее. Но больше работать на самом деле с имплодологическими пациентами, к сожалению, вот это есть история. Очень многие воспринимают свои имплантаты с коронками как какую-то конечную цель. Они поставили это на всю жизнь, делать больше ничего не надо. Кариес не разовьется. Точно. То есть они относятся, конечно, несколько очень многим. Особенно, к сожалению, это мужчинам касается. Женщины как-то все-таки, может быть, немножко трепетны в своем внешности. Еще как-то мужчины очень многие. Особенно, у кого не видно, это самый большой такой контрдовод у меня. Ну, не видно же там. Вообще, там можно не чистить. Естественно, что да, вот этот контроль постоянно я заставляю их приходить. Прямо насильственно, потому что иначе все это безобразие потом. Дистрофические процессы. Уменьшение объема тканей мягкотканного комплекса. Рецессия в области имплантата. И самая наша любимая тема, это уменьшение объема межзубного сосочка. Переимплантной зоны. Происходит очень часто уплощение межзубного сосочка. Связано это с тем, что нарушается трофика, когда у нас имплантат, имплантат или зуб имплантат. Или, например, не учтены миллиметры вот этих позиционирования в межзубном имплантном расстоянии. Есть и уплощение. У кого-то из пациентов есть и уменьшение объема межзубного сосочка. С этим тоже можно работать вполне успешно. Уменьшение объема тканей мягкотканного комплекса. Это костная дегистенция. Первичная причина. Опять же, ортопедическая нагрузка, которая не совсем адекватна. И просто генетическая расположенность. То, что мы вчера обсуждали по поводу фенотипии. Есть вот эти пациенты, которые исходно склонны просто к дистрофиям постоянно. То есть они все сами вот такие. Они с этими рецессиями на зубах приходят. У них в области имплантата все так же происходит. И с ними тоже работая, надо, наверное, по возможности заранее предполагать, что у таких пациентов может развиться дистрофический процесс в области имплантатов. И если у вас есть возможность предупредить эту историю на этапе установки имплантатов, это желательно сделать. Учитывать их фенотипию обязательно. Рецессия десны в области имплантатов развивается в связи с тонким биотипом очень часто, с дефицитом костной ткани в области имплантатов. Вот здесь я бы хотела остановиться. Я вам сегодня покажу клинический случай один. Мы еще раз вернемся вот в эту историю. Как вы считаете, при одномоментной установке имплантата в лунку на верхней челюсти вестибулярно-картикальная замыкающая пластинка состоятельна, сколько она миллиметров толщиной должна быть? Я думаю, что она меньше двух. Не меньше двух? Меньше. А если она меньше двух? Не делать. А что делать? Буглор. Куда засунули. Ну а если у вас нет бугра? Пины. Все, забыли. Сделать срочную имплантацию. Большое количество врачей не работают с одномоментной установкой имплантатов на верхней челюсти. В области шестых, седьмых зубов. Не, ну мы про фронтальную группу сейчас говорим. Как мы уже выяснили, ТМО. Да. ТМО, тесна. Да. Где там во втором лице, например, на верхней челюсти, два миллиметра от бухлантата до... Да, и когда мы отсрочно будем ставить от бухлантата, там ничего уже не будет. Там всего их сколько миллиметров. Там все уже атрофируется. Все так вот сожмется, и все. И вот такой рельеф. Да. И лунка зуба в данном случае абсолютно, да, я согласна, единственный шанс поставить туда имплантат. Да. Мария Александровна, а можно губчатые картикальные кубики туда еще поставить? Ну там места-то нету, если мы повторились. Ну если только консервацию делать, вы имеете в виду, тогда они ставить имплантат. Нет, в данном случае, мне кажется, это как-то еще. Там есть куляра, не по-руссу. Ну, если только чуть-чуть. Если только его как-то распределить, ну, просто объема столько нет. Может быть, в зоне клыка, да, я соглашусь, да. Центральный резец, можно, да. Просто не понимаю конструкцию, куда его засунуть. Он выпадет там, он просто вывалится на самом деле. Да, он таким. Это если совсем мощный вот дефект. А мы говорим все-таки, когда эта картикальная пластинка есть. Но, знаете, очень часто вы видели сами, удаляя вот эти. Она либо такая, либо она совсем такая тоненькая пергаментная. Вроде бы луночка целая, ты так аккуратненько это все достал. Но она, конечно, ну, надо отдавать отчет, что она вот сейчас еще чуть-чуть и все, анализируется вся. Потому что это, по сути, вот эта вот выстилка была. А если комплант прикрутить, то как спейсер, то есть пластинка. Комплант, что вы можете прикрутить? Каким он? Имплантать и дырку сделать? Нет, комплантат, которая за ручкой прикрутить, там как будет конверсия. Да нет, в общем, если легче решение, я вам все не покажу. Уже все придумано. Кость можете туда добавлять, если у вас лунка, например, большая. Крупные зубы бывают крупные, конечно. Между, как всегда, да, между резьбой и вот этим вот частью. Я не всегда добавляю. Я надеюсь на зубы. Когда как? Если уж очень широкая. Мне не очень нравится, честно говоря, ставить имплантат, когда там крошка, вот в этот момент, значит, первично вносить костного замещающего материала, да, потом. Потому что иногда резьба не так заходит, не под тем углом, а для фронтальной группы зубов это все-таки важно, чтобы вот этот угол, он был адекватен в будущей ортопедии, чтобы потом ортопед нет. И хотел тебя виска, я не говорил, когда ты вообще смотрела, когда ты ставила. А крошка мне вот иногда мешает. Я ставлю машины имплантатами руками. И вот мне как бы вот мешает, он съезжает немножко этот имплантат. Поэтому я либо потом добавляю, либо вообще, честно говоря, на сквозь таки это видео. Но если очень большой, например, в поковых участках, да, конечно, там приходится заполнять, да, где маляра, в удалении. Это да. Спасибо. 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 Спасибо.